Это является военным преступлением, так как целенаправленный удар по мирным объектам является военным преступлением. У меня есть вопрос. Вы хотите, чтобы Ичкерия была свободной от России? Вы считаете, что россияне виноваты в том, что бездействовали во время геноцида в республике Ичкерия? Ну, какие-то россияне точно виноваты? Это прям 100%? Ну, давайте начнем с годовщины удара по мирным объектам города Грозного, который был произведен Россией 21 октября 1999 года. Это было жесточайшее преступление, которое совершило российское государство, которое оно по сегодняшний день не признало и оправдывает это всяческими отмазками, что они якобы нанесли удар по рынку сбыта оружия и так далее. На самом деле, 21 октября был нанесен удар по центральному рынку города Грозного, причем по вещевому. Центральный рынок города Грозного на тот момент представлял себе такой микс, то есть там где-то была часть, где продавались продукты, часть, где продавались вещи, там где-то был крытый рынок, в общем, открытый и разный. И вот они ударили тогда прямо в открытый рынок вещевой, там где продавались вещи, где в основном работали женщины. Процентов, наверное, 95 всех продавцов на этом рынке были чеченские женщины. И, значит, второй удар был нанесен по центральному родильному дому в городе Грозном и также был нанесен удар по мечети в поселке Калинина. Все эти удары были нанесены ракетами класса «Земля-Земля» — это крылатые ракеты, то есть это откуда-то издалека они были выпущены. Это не так, что там какие-то там танки или гаубицы расположены где-то неподалеку ударили. Это был целенаправленный удар этими крылатыми ракетами. И тогда погибло очень много людей. В общей сложности 137 человек, в общем, в порядке 150. Понятно, что, возможно, кого-то не посчитали. И это массовое убийство мирных граждан. Это является военным преступлением, так как целенаправленный удар по мирным объектам является военным преступлением. Даже когда воюющие стороны имеют право на обмен артиллерийскими ударами, авиаударами, понятно, что это все входит в правила ведения войны, международные правила. Однако, когда эти удары наносятся целенаправленно по мирным объектам, по больницам, по рынкам, по мечетям и так далее, это является военным преступлением. На рынке тогда погибло 61 жертвы, были 61 человек. В родильном доме погибло 13 женщин и 15 новорожденных малышей. 7 человек погибли от осколков на стоянке перед зданием роддома. У здания, рядом находится главпочта, там было очень много раненых осколками. Возможно, люди погибли уже позже, поэтому я говорю, что жертвы, скорее всего, жертв было гораздо больше. В мечети погиб 41 человек, всего в отмечении на тот момент находилось 60 человек. В общем, это преступление, которое мы не имеем просто права забывать, о котором мы должны напоминать ежегодно. И это то, за что должны понести ответственность виновные люди. Сегодня никто не понес за это ответственность со стороны России. И сам этот акт военного преступления, он не признан преступлением российской стороной. То есть, они даже это не признают. Они говорят, что якобы нанесли удар по рынку сбыта оружием и так далее. И таким образом они оправдывают один удар по центральному рынку. Но как они оправдают удар по центральному роддому, по мечети? И сегодняшние наместники в Чечне, Кадыров и Ко, ни слова об этом не говорят. Не требуют наказания, признания вообще, во-первых, это преступлением. Затем привлечения к ответственности этих людей. И они этого не требуют. Они рассказывают нам сказки о том, что якобы Тимирханова, Юсуфа они там поддерживали и так далее. Он убил Буданова. Но и Буданова они признают преступником. Якобы они его ненавидят. Хотя он их брат. Они все вместе на одной стороне сражались против нас. Но вот эти вот преступления, и сколько подобных было, Алды, Самашки, сколько было таких военных преступлений. Ничего из этого не признано Россией как преступление. И сегодняшние наместники российские у нас в Чечне, они не требуют этого признания, они не работают в этом направлении. Это и показывает их истинное отношение ко всему тому, что тогда происходило. Поэтому мы должны постоянно об этом напоминать. Мы должны их тыкать в эти преступления, которым нет срока давности. Постоянно мы будем им это напоминать. И мы будем это помнить. Да помилует Всевышний Аллах жертв этого военного преступления. Наших братьев и сестер. В основном сестер. Большинство погибших были женщины. Да обрадует Всевышний Аллах их всех раем. И да дарует Аллах терпение их родным и близким. Послушай Тумсо, не лучше ли северо-кавказом оставаться в составе России, так как говорят, что в будущем мусульмане будут преобладать в численности в России и власть перейдет мусульманам? Нет, станет Саня Скороход, не лучше. Даже если, как ты говоришь, такое произойдет, ну пусть это будет отдельно какой-то российским каким-то вопросом. Мы не хотим в этом участвовать. Можно мы будем отдельно, будем со стороны наблюдать и, ну может радоваться, может переживать. Но вот не хотим мы быть частью этого процесса. У меня есть вопрос. Вы хотите, чтобы Ичкерия была свободной от России? Вы считаете, что россияне виноваты в том, что бездействовали во время геноцида в республике Ичкерия? Ну, какие-то россияне точно виноваты? Это прям 100%. Но, отвечая на этот вопрос, да, мы хотим, чтобы Ичкерия была свободной прежде всего от России, да, мы жаждем этого и мы хотим этого. Это не значит, что у нас есть какая-то ненависть ко всем россиянам, тем более к русским людям, абсолютно нет. Но в рамках одного государства, будучи частью России, мы жить не хотим, дорогие товарищи. Если хотите, приезжайте к нам в рамках нашего миграционного законодательства, получайте у нас гражданство, живите с нами. Если вы хотите быть с нами в одном государстве и гражданами той страны, гражданами которой мы являемся, то никаких проблем, милости просим. Но вот мы не хотим быть гражданами России, мы не хотим носить у себя в кармане российский паспорт, мы не хотим видеть этот герб двухглавого орла, этот российский триколор. Мы не хотим никак быть со всем этим связанными. Под этими знаменами, под этими гербами, под этой символикой нас уничтожают уже 400 лет. Нам это неприятно. Поймите это наконец. Арсен, я знаю, что это не по тематике канала, но хотелось бы услышать вообще мнение по поводу появления казачества, если вы знаете что-то по этой теме. Я не хотел бы комментировать подобные вещи, все-таки лучшие пусть специалисты в этом направлении, историки, пусть они эти вещи говорят. Конечно, у меня есть определенные знания, я интересовался, но все-таки лучше будет, если не буду отвечать на такие вопросы. Всё, честно. Что это? Что это? eto? Субтитры создавал DimaTorzok